Как удалить учетную запись на госуслугах? Сейчас все больше появляется порталов, упрощающих жизнь общества. Наиболее известным государственным порталом является сервис госуслуг. С его появлением оплата налогов, штрафов, счетов стало удобнее. Но не всех устраивает данный сервис, некоторые после регистрации хотят избавиться от учетной записи. Поэтому возникает вопрос, зайдя на страницу госуслуги, как удалить учетную запись. Как удалить учетную запись на госуслугах? Для удаления учетной записи потребуется следовать указаниям инструкции. Так как удалить аккаунт можно онлайн, следовательно, эта процедура займет всего пару минут. Но перед этим нужно зайти в личный кабинет, где для входа нужно будет ввести собственный логин и пароль. В случае отсутствия такой возможности, следует обратиться в МФЦ, там же могут помочь удалить страницу. Итак, после входа в личный кабинет нужно будет сделать следующее. После входа на портал госуслуг появится в верхнем правом углу окно, куда вводятся инициалы и фамилия. На физическое лицо которого была оформлена страница, на странице можно найти контактную информацию. Личности, а чуть ниже этого блока расположен отдел «Показать все персональные личные данные», на него потребуется перейти после. Удаление аккаунта «Восстановление» по факту невозможно. В открывшейся вкладке будет располагаться два раздела сверху «Мои данные» и «Настройка учетной записи». На последнюю нужно перейти, это как раз является нужная страница, на которой в левой части страницы есть раздел «Удалить учетную запись после точного принятия решения удалять страницу». Нужно будет нажать на эту кнопку. Естественно потребуется еще раз ввести пароль, после чего профиль будет удален навсегда. На привязанную почту также придет письмо-уведомление об этом действии. В любой момент страницу можно восстановить при желании, но придется повторять все первоначальные шаги для регистрации, так как старый логин и пароль уже не будут действительными. Обратите внимание, для удаления страницы нужно взвесить все плюсы и минусы, которые последуют за этим решением. Например, если гражданин уезжает из страны с целью получить гражданство иного государства, учетная запись действительно не понадобится. В оперативном случае появляются некоторые ограничения. Удалить учетную запись на мобильном устройстве можно абсолютно таким же способом, как в приложении сервиса. Как удалиться с госуслуг и рефт старой версии? Информация полезна для тех пользователей, что раньше отказались от перехода на обновленную версию портала. Старая версия позволяет в еще более упрощенном порядке удалить учетную запись всего лишь в несколько кликов. Так как интерфейс сайта был очень сильно изменен, то и удаление профиля намного отличается от вышеписанного метода. Для начала, зайдя на госуслуги с целью удалить личный кабинет, нужно будет ввести в свободное поле имя и фамилию лица. Дальше выйдет предложение перейти на вкладку с общими данными, где по этой ссылке появляется окно с отделом перейти к редактированию. После всех этих переходов страница перенаправляется на новый интерфейс, то есть обновленную версию сайта. Но ничего сложного за этим не следует, так как сразу можно увидеть вкладку настройки учетной записи. Это ключевой раздел, кликнув на него, можно будет увидеть кнопку удалить. Так как после удаления все учетные записи в профиле автоматически удаляются, многие возможности становятся недоступны гражданину. Связаны данные действия напрямую с базой единой идентификационной системы страны, там появляется пометка об удалении профиля. Так же происходит и при восстановлении. Поэтому при повторном восстановлении аккаунта с помощью одного и того же номера портал может отказать в этой функции. Удаление учетной записи со старой версии портала, когда не стоит удалять учетную запись. После удаления восстановить профиль невозможно, а появится просто другая страничка со старыми данными, так как они привязаны к номеру мобильного телефона. Но все же стоит действительно обдумать, нужно ли удалять аккаунт. Почему этого делать нежелательно, в любой неудобный момент учетная запись может срочно пригодиться, а для создания новой потребуется. Некоторое время, даже спустя несколько лет отсутствия деятельности на профиле сервис не может очистить или убрать данные. Страничка. Заблокирована не будет, она сохраняется за владельцем, повторное создание аккаунта на один номер телефона или снилой сможет быть ограничено. Обратите внимание, наличие учетной записи на госуслугах не требует от владельца каких-либо ресурсов, она просто существует для удобства. Сервис содержит большое количество важной информации, а также просто удобен. Если учетную запись не получается удалить стандартным способом, профиль изначально привязывается к почте или номеру телефона личности. В случае утери того или иного могут возникнуть проблемы с удалением аккаунта. Как же тогда заходить на страницу, если забыть пароль можно довольно легко? Во вторной регистрации будет отказана система, так как аккаунт уже есть. А это значит, что настает время обратиться к службе поддержки портала. Следует расписать все подробности произошедшего и информацию о своем старом профиле, чтобы сотрудник понял причину и как можно быстрее решил проблему. Только тогда от службы поддержки будет предпринято действие по восстановлению доступа к старому профилю. В итоге, перед тем как удалять профиль на портале госуслуг, нужно понять, действительно ли это стоит делать. Если решение принято на серьезном основании, то страницу удалить можно, используя пошаговую инструкцию, описанную выше. Если существуют проблемы со входом в настройки, то можно в любой момент обратиться в службу поддержки. Восстановить предыдущий аккаунт невозможно, но всегда можно создать новый. Продолжение следует...